Россия прекратит эту войну в 2025-м, в следующем году. Избежит из Украины, в чем Россия в портках, в чем, как мать родила, я не знаю, в чем будет. И это случится с вероятностью практически 100%. Я совершенно не мистик, я совершенно не какой-то там, не, как это называется, конспирологи. Я вполне себе материалистичный человек, но странно не видеть зависимости цикличной 36-летней. Ее не я нашел и обнаружил, но странно ее отрицать, что есть после убийства Александра II в 1881 году. Ну, называйте это дыханием Чейна Стокса, да, вот такое. То есть, странно же его отрицать. То есть, я же, я не мистик, но посчитайте, пожалуйста, 36 лет, каждые 36 лет Россия, вот с 1881 года, просто, Россия сваливает из какой-то войны, блин, поджав хвост. Бросая эту войну в любом состоянии активности, агрессивности, в любом состоянии, в котором мы на тот момент, Россия, там, Московия, там, называйте как угодно, это не важно. Это не я заметил этот цикл, ну, вот, считайте, 36 лет, из которых 12 лет, последний из этих 36-летних циклов, это военный зуд, который, блин, ну, там, он туда-сюда колебается, но, в принципе, заканчивается всегда довольно четко, блин, в конец 36-летнего периода. Считаем, 1881 год, убийство Александра Второго, да, все, пошло вот это дыхание Чейнстокса, вы знаете, что такое? Это, ну, то, что зафиксировали у Йосифа офисера Сталина, прямо перед тем, как он крякнул, очень любопытно, кстати, его тоже на 53-й год приходится, считаем. 881 год, прибавляем 24, что у нас получается? 1905 год, у России начинается в этом 36-летнем цикле, блин, зуд, блин, военный, и она лезет в русско-японскую войну. Получает, там, трендулей, это вообще не принципиально, мы считаем 12 лет. 1905 год плюс 12, 1917 год, в разгар Первой мировой войны, когда, ну, в принципе, Россия, там, нормально-то еще себя все чувствовала, просто бросает все, прекращает свое существование Российская империя, выходит из войны, ну, там уже, там, не Московия, Владимир Ильич, не важно, то есть, все, закончился этот 12 лет. Считаем опять, зуд этот военный закончился тем, что Россия сбежала, блин, как мать была, в чем мать родила, блин, как было, так и бросила все, пожертвовала всем, блин, сбежала, вышла из войны. Плюс 24 года, 1941 год. Ну, тут, конечно, тоже, там, начало этого 12-летнего цикла, оно смещается иногда, потому как, ну, объективно говоря, хотя 41-й год идеально попадает, но в 1939 году зуд этот начался, потому что 17 сентября 1939 года рабочая крестьянская Красная Армия, ну, как олицетворение Московии, вторглась в Польшу, правда, да? Через 17 дней после Гитлера. И как этот 12-летний цикл заканчивается с 1941 в 1953 году, когда после дыхания Чейнзе Стокса, блин, крякнул, блин, Йосиф Фессарионович Сталин, и Россия, в чем мать родила, двинула, блин, и скорее, свалила просто, ну, так же прекратилась эта война ровно в 1953 году. 41-й, 53-й, 12 лет. 53-й, считаем дальше. Плюс 24 года, 77-й год, вроде ничего нету, да, но, я же говорю, начало этого зуда, оно может колебаться, туда-сюда два года. Ну, вот, два года раньше началось в 1939 году, а не в 1941-м, военный зуд в Москве, а здесь он на два года позже, в 79-м, да, по-моему, война в Афганистане началась. Че туда полезли, блин? Че туда Советский Союз полез? Ну, я не понимаю. Уже там Хельсинки какие-то были, это военный зуд. Что, никуда не денешься? Когда, с 77-го прибавляем 12, когда, в 89-й год, Московия, Россия бросает, Советский Союз бросает все, как езби, но в Афганистане текает, теряя портки, блин, из Афганистана. Прибавляем к 89-му году еще 24 года. Что у нас получается? 2013-й год, кто у нас там, Беркута на Майдане, я сильно подозреваю, что это вот начало как раз российского этого зуда повоевать. 14-й год там, да, то есть, и считаем, сколько у нас остается с 13-го года? 12. Конец 36-летнего цикла, с 89-го, плюс 36, 25-й год. С 99-ти процентов, я же говорю, я не мистик, я не какой-то, не этот самый, не конспиролог. Ну, мы же должны, то есть, как бы, мы видим эту зависимость, я ее фиксирую, как человек совершенно материалистичный. Есть такая зависимость, каждый 36 лет, вот, начиная с убийства Александра Второго, в 1800-м году. Россия, это, ну, вот, для страны это выглядит именно как дыхание Чейнстокса у человека, перед тем, как он крят, нет, блин, как у Йосифа Фессарионович, правда же? Ну, мирология, конечно, я понимаю все это, вы посмотрите на такие зависимости. Я не отрицаю, что кто-то там что-то подгадывает, какие-то власти придержащие. Достаточно посмотреть на то, как, когда начинались Первая, Вторая мировая война. Посчитайте себе на досуге, 28-го июля 1914-го года началась Первая мировая война. 28-го июля, считаем, 28 плюс 07-й месяц, плюс 19, плюс 14, получим цифру 68, да, вот, попарно эти цифры. Сплюсуйте. А когда у нас началась Вторая мировая война? 1-го сентября, вторгся Гитлер 1939-го года в Польшу. Посчитайте, давайте опять, 0-й, плюс 0-й, плюс 0-й, это десяточка, да, и 39, 19 плюс 39, что это у нас получается? 40, 58 плюс десяточка, 68. И Первая мировая дает в сумме 68, и Вторая мировая дает. А когда у нас, давайте посмотрим, вторжение Российской Федерации началось, блин, в Украину? 24-го февраля 2020-го года. Ну, давайте поплюсуем. 24 плюс 0-2, второй месяц февраль, это 26, 26, и тут у нас 20, 2022 год, 20 плюс 22, 42. Что у нас получается в сумме? 68. 68. Вы что, мне хотите сказать, что это совпадение? Нет, это просто шибанутые дядьки, блин, сидят, которые верят, а где знать, что-то в кровь Варанова они там плавают, или что? Ну, понятно, что это есть. Совпадений таких не бывает, понимаете? Просто люди шибанутые на этом деле, а там они люди в основном не умные, конспирологи этих. Вы понимаете? То есть, вы читали «Маятник Фуко»? Ну, я уверен, что наверняка большинство не читало. К моему сожалению, на моем YouTube-канале по сию пору до сих пор большинство россиян. А россияне это не про то, чтобы читать Умберто Эка и «Маятник Фуко». Тем паче с его определением фашизма, где россияне очень легко могут угадать себя, найти и понять, блин, кто они и что они. Так вот, это «Маятники Фуко» там весь сюжет книги такой, ну, художественная. Строится на том, что редактора журналов там посмеиваются над своими графоманами, которые ищут конспирологии там всякие. И на хихихаха там рассказывают про коневодство у ацтеков. Там начинается это все с веселухи, и начинают они эти параллели искать, ну, мирологические вот эти связи между Первой, Второй и Третьей мировой войны. И доигрались они до того, что к этим хихонькам-хахонькам на них вышли действительно какие-то эти конспирологи, которые верят там в эти все тамплиеры, блин, там в мировой заговор, там этот глаз над всем, мировое правительство. И о них просто тупо грохнули. Потому что, я же еще раз говорю, люди, конспирологи, эти люди в основном не умные, которые верят в мистику, в этот самый. Ну, блин, вот по факту, видите, блин, мировые войны начинаются, я думаю, никто не будет уже спорить, что начало вторжения масштабного. Ну, да, можно там говорить, Крым там аннексировали, но мы не считаем начало Второй мировой войны с Аншлюз-Австрией. Также мы не считаем начало Третьей мировой войны с аннексией Крыма, да. То есть понятно, что масштабное вторжение, вот оно, вот она эта дата. Посчитайте эти цифры, блин, ну, то есть это ж просто, вы можете с карандашиком, я понимаю, что там на слух не успеть. Ну, шибанутый, ну, вот этот цикл, он есть, он есть, то есть, вот этот чейнстокс, блин, дыхание, вот это российское. И в 25-м году Россия кряхнется, избежит, роняя парки, роняя кал, в чем есть, понимаешь, что у нее останется на тот момент, так она избежит. Слова Украине.